Иван, расскажи, пожалуйста, про дуплекс. Что, к чему, как, если не сложно. Да, сразу рассказывай, во что обошелся. Проект дуплекса, значит, две половины, каждая по 90 метров, вот, обошелся, ну, пока стройка где-то в районе 3 лямов обошлась, вот, участок 3,5, вот, целиком он сейчас продается за 12, вот, но есть мысль поделить на 2, соответственно, и продавать каждый по 7. Значит, за 12 он продается по причине того, что сейчас не оформили просто на 2,5 и не сделали 2 кадастровых номера. Но с учетом того, что перевод малоэтажный возможен, сейчас, возможно, сделаем перевод малоэтажный, и, соответственно, ценник на него поменяется. То есть, на мой взгляд, там от 7,5, а? А сколько будет стоить перевод малоэтажного? А там стандартная цена, по-моему, от 70 до 100 тысяч идет, как государственная госпошлина берется, и все. Ну, а остальное мы делаем своими силами. Да, конечно. Все оформление документов, там, все остальное. Соответственно, будет 2 кадастровых номера на него, и, соответственно, человек будет покупать половину не как одну вторую, а будет покупать уже как отдельное строение, плюс еще разобьем участок. По всей стране есть дом, да, на проезд? Не, на лодку проезд. Ну, вот на одни ворота поставили, просто посередине. А, и вот так они по вагончикам получатся, да? Да, ну, здесь тоже хорошо, перекрылся, на что поставить. Здесь технически потом можно будет вывести вот такую, как это называется, правильно, я просто не знаю, огранка, не огранка, как это назвать. Он вот так переделает, и красиво, да, на что можно там облокотиться, посмотреть, и плюс место остается. Поэтому, какого дирижата на 2,5, на 2,5, наверное, не надо. Это нужно покупать, это вот сами делать, потому что вот там вот видите, вот этот генерал, вот одноэтажный, вот одноэтажный, это покупать и делаю сами. Вот там вот дома, в синем, вон, впереди генерал, пристроенный, это покупать и сами сделают. Это уже никого фантазия, во что дальше, да? А так, я думаю, нормальный соседник, вместо него прямо сгораживаясь, вот, за ворами, а то есть, где-то все живут. Ну, элитическое время было. Ну, здесь вот еще не тот. Ну, там, да, да, там есть. Да, электричество на участке везде петношек, так что хватает, на что угодно. Петношки на полуах? Кто-то поправил 30? Там 30. 30? Там 30, давай. Там 30, да. А, легко 30 получить? Кроме того. О, на вопрос 5 тысяч рублей. Ну, да. А, ну, короче, холодно. А это вольерное, да, парда-талон. Не, ну тут можно, а то выездить включить вопрос сейчас. Вообще идея такая, я так понимаю, у Ивана была сделать первичную одну половину сервера совсем, вот полностью это делать и уже выставить на продажу, но это с учетом того, что когда будет получен на него кадастровый номер. Мы и документы получим на этом этаже. Здесь остались полы, покрасить стены, поставить, немного плюс, даже 50. Двери есть, 27 часовой тоже есть. И получается лучше, чем трехкомнатная вообще попала. Естественно, побольше и свежее, как загородно, трансформы, даже все, я думаю, что вы рассказываете о Стану Гориаде, о Стану Гориаде, о Стану Гориаде. В принципе, вполне нормально. Да, и все-таки дебют, где дом, Московская правительство. Да, 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 в условиях, но плюсы. Определенные плюсы на этот счет. То есть, основные документы, мы сделаем, это через неделю и три, когда получат, да, где-то, 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 где-то. Как раскрыт, мы все равно, а даже все-таки выставят. Да, в приеме, я думаю, будет все готово по поводу документов. Да, и не хотел как-то. Одну половину под ключ. Ну, мы считали под ключ сколько. Словая меблировка вот всего этого с кухней, с техникой со всей фигурой 1150-й. Это с холодильником, но с стиралкой, с плитой, с вытяжкой, с диваном, с кроватью, с шкафами, с прихожей в районе 150 тысяч. Ну, и работа с ремонточкой, наверное, 1250-й, а полы, там, стены покрасить. Там поставили второй, там, чтобы садить, ну, все это. Ну, чтобы, когда человек приехал. И все равно, получается, на второй сажат. И на первом тоже. Здесь кто-то приходит. То есть здесь, как бы, нет, ну, у нас. То есть здесь вот это вот самое поддельное отбороживание. С карта лома, перегородчик, вот так вот. Что он становится интереснее? Панорамный. Ну, голова не панорамный. Тут ставится унитаз, тут раковина, и сюда еще душевую кабину поставить. Даже ее вверх, перегородки, можно вот так вот сделать. Вот это вот все. Сюда еще душевая власть. Тут как раз все выводы сделаны. Получается, здесь только как полноценный санузел. Там уже котельный лес. Вот. Ну, тут тоже, всяком-то, стандартный электрокотел. Это у нас 9-ти киловаттный. Ну, мы в прошлом году топили его, когда вот вся отделка была. В принципе, 3 киловатта включаешь, тут уже жак. А что за бачок вот этот? Это гидроаккумулятор на, по-моему, 25 гитрах для выравнивания давления воды. А, чтобы насос все время не качал. А, насос. Он сначала уже набирает, пока, допустим, воду открыл, вода стекла, насос еще и чертся. Чтобы равномерно все окончалось. Если насос не включался, когда тебе нужно, как саркан воды на вентиллер. Да, чтобы все. Он накачивает, ты дальше. Ага, чтобы все нормально. У меня фон, это как водонапорная башня. Почисали за колхоз. Да, ладно. Так, ну что, наехали? Да, да. Да, сильно? Сейчас почистим, чтобы измято. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok